Доброе утро дорогие друзья! Мы начинаем эфир программы «Торговый план» на видеопортале трейдеров Utrade TV. С вами Игорь Суздальцев и сегодня у нас 28 октября 2016 года, пятница. Поздравляю вас с окончанием трудовой недели, которая случится сегодня вечером. Желаю всем хорошо заработать, уйти на выходные в хорошем настроении и надеюсь, что мы все вместе это сможем. Напоминаю друзья о нашей главной цели, вот главную цель никогда не надо забывать. Мы собрались для того, чтобы вместе работать и зарабатывать деньги на финансовых рынках. И наша главная цель здесь искать точку входа в позицию и входить в нее. Как выходить с каким-то профитом, с каким стоп-лоссом и так далее, это уже каждому самому решать. Хотя в принципе и эти идеи у нас звучат. Но вот увидеть наиболее интересный для точки входа в позицию инструмент, вот наша главная цель. Поэтому добро пожаловать всем участникам. Любой момент, когда вы увидите что-то интересное, писать в чате или поднимать руку, выходить в эфир. Мы для этого собрались. Нет ничего важнее. Поэтому любое, так сказать, наше теоретическое какое-то исследование, обсуждение, новости, все может быть остановлено ради того, чтобы услышать новость о том, что есть интересная точка входа. Тем более, что очень многие участники смотрят нас и на сайте, и внутри системы с основной целью, с этой основной целью войти в позицию. Поэтому все ваши слова, ваши сообщения в чате я, естественно, озвучиваю. Поднятые руки всем дается слово. Прошу ни на секунду не забывать об этой главной цели. Вход в позицию. Вот зачем мы собрались. Ну а дальнейшие действия, выход из позиции, это уже каждый решает силу своего риск-менеджмента, силу своего взгляда на рынок и так далее. Ну что, давайте посмотрим, как завершился у нас вчерашний день. Индекс ММВБ вчера вырос на 0,2%, 1979 пунктов составлял на закрытии. Индекс РТС закрылся на отметке 992 пункта, рос 0,3%. Рубль тоже укрепился, и к доллару на 26 копеек составляет сейчас 68 рублей 36 копеек на споте. А, сори, это был евро, евро 68,36, а доллар-рубль укрепился на 18 копеек и составляет сейчас 62 рубля 72 копейки за одну единицу американской валюты. Все четыре показателя, которые мы с вами отсматриваем, у нас завершились в плюсе. Мы рады, довольны, это здорово. Давайте посмотрим на нефть, как она вчера себя вела и чего мы с вами можем ожидать сегодня. Нефть, кстати, давайте посмотрим, как в моменте сейчас 50,51, подрастает она на Айси. Но давайте вчерашний день посмотрим. Значит, вчера мы открывались на отметке 49,96. На московской бирже мы смотрим, друзья, срочный рынок. Опустились на первом часе вниз 49,84, но потом выстрелили наверх и достигли отметки 50,88. Сейчас отметка закрытия вчера была 50,42, сейчас 50,51, 9 центов выше. Это хорошо, это хороший знак. И есть надежда все-таки, что мы отбились от вчерашних лоев и пошли наверх. Мне кажется, есть несколько оснований для такого предположения, но это чуть позже. А сейчас давайте посмотрим, как повел себя Си. РИ рыночно, доллар снизился, РИ рыночно укрепился. Единственное, что я не понял, посмотрите, Сбер вчера по дню снизился, Газпром вчера по дню снизился, ПТБ вчера по дню снизился, Роснефть вчера по дню снизилась, Кокойл вчера по дню снизился. Я тогда интересуюсь, а кто поднял индексы? Кто анализировал вчерашний рынок? Вы нам расскажите, кто поднял индексы? Значит, ну в любом случае, мы рады, естественно, что индексы приподнялись. Я думаю, разгуляя опять, индекс поднял. Коллеги, евро. Вчера снизился евро. Но сегодня отбился и уже вышел на вчерашнее значение 1.09.11. Не знаю, тренд такой, мини-тренд складывается все-таки наверх. Наверх. Мне кажется, сегодня евро может подрасти. Фунтик. Вот фунтик стоит. Мне кажется, настолько... Посмотрите, какая вчера была битва за отметку. Четыре дня мы бились. И помните наш разговор о том, что на четвертый день, три дня бились бесполезно. И вчера мы говорили о том, что я должен пройти вниз. Фунтик. Ну, так и случилось. Ну, многие из нас вчера на этом заработали. Ну, вот сегодня стоим, пока на вчерашних лоях, близко, во всяком случае, 1.21.66. Выбираем дорогу. Ну, не знаю, теперь, мне кажется, пойдем на штурм нижней поддержки. В смысле, следующей поддержки 1.21.18. Мне кажется, что, может быть, даже сегодня пройдем. Пойдем на этот штурм. Ну, тем более, мы уже штурмовали не раз. Раз, два, три, четыре. Это мы вот за последние две недели пятый раз пойдем на штурм этой отметки. На прокол, во всяком случае. Ну, а там, кто знает. Если я еврик вижу больше вверх, то фунтик больше вниз, друзья. Японская иена вчера. Помните, мы боролись и зарабатывали деньги на отметке 104.88. Заработали, вот здесь вот значки есть. Мы на прорыве наверх немножко получилось. А что, кстати, у нас это так близко стоит? Надо отодвинуть. Ну, и Иван Кочев в Болгарии, если помните, нам говорил, что по объемам надо смотреть, и все пойдет наверх. Я не понимаю, как он по объемам смотрит. Тут какая-то абсолютно лесенка идет одинаковая. Ну, вчера чуть больше был объем. Вот что ему эта лесенка дает, как он с ее помощью зарабатывает, я не знаю. Но, причем он утверждает, что зарабатывает на форексных объемах. А вот пишет нам коллеги Русал на новостях о том, что, так сказать, Михаил Прохоров продает его, вырос на плюс 6%. То есть решение судьбы, вот этот период непонятности с Русалом закончился, и вот он выкинул индекс наверх. Вот нам Денис Новомов подсказывает спасибо. Значит, так вот, вчера пробили мы 104.88, ударили в 105.34 и боремся за эту отметку. Она, кстати, достаточно сильная, и ее прорыв будет говорить о том, что мы вчера, если мы вчера прошли только 47 пипсов, то сегодня в случае пробития те же 47 пипсов могут случиться наверх, но доллар явно по иене стучится наверх. Ну, кстати, Ивана Кочева поздравляем с заработком. Он угадал направление, ну, угадал талантливо, предвидел направление, заработал на этом. Иван, молодец. И, кстати говоря, и я заработал на этой идее вчера, и те, кто с нами пошли, тоже заработали. Ну, а те, кто с Иваном пошел дальше после окончания эфиров, тот вообще приподнял хорошо к сегодняшнему моменту. Далее, коллеги, значит, золото. Ну, золото упало вчера, позавчера, сегодня хочет отбиться. Надо внимательно смотреть, друзья. Серебро позавчера, кстати, выросло, вчера упало. А сегодня пытается опять расти. Так оно не прямо коррелирует с золотом. Ну, похоже, похоже. Посмотрим. Может быть, серебро подтянут сегодня наверх. Тоже как. А, стоп, 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 стоп. Сейчас, секундочку. Я смотрел час. Второй день растет золото. Я посмотрел часовые графики. Надо все выставлять на дневные. Посмотрел. Два дня растет золото и второй день. Но серебро вчера упало, а сегодня растет. Вот какая разница. Мне кажется, что золото второй день растет и сегодня утянуло серебро за собой. Говорит о том, что могут оба инструмента подрасти. Значит, тренд золота сломал тренд серебра все-таки наверх. Не серебро сломало вниз. Ну, и определенный здесь тренд наверх, на серебре мы видим, да? Некоторые. Пусть там пологий, пусть небольшой, но все-таки наверх. Треугольника здесь нет. Здесь есть, ну, во-первых, уровень сильный есть, куда мы бились неоднократно. 17,75 на Форексе, друзья. На московской бирже торгуют металлы. Там другие, наверное, цифры. Ну, я считаю, что золото надо торговать там, где оно формируется. Золото-серебро формируется на зарубежных биржах. Мне кажется, там его и надо торговать. Если рубль, российский инструмент, то надо торговать только на российских брокерах. Это однозначно. Не надо лезть ни в какие зарубежные брокера. Ну, здесь, мне кажется, флаг такой, флажок есть. Куда он выстрелит? По теории он должен выстрелить вниз, понятно. Но сейчас пока логическое предположение. Это все-таки наверх, верхние границы вниз ударились вчера. Но сегодня отбиться и, может быть, даже превысить уровень 17,75 есть смысл. Это, конечно, большое расстояние. Напомню, что у нас все-таки график-то дневной. Но мы большие таймфраймы и смотрим здесь. Вот получается сколько? На 9 долларов наверх с текущей я вполне вижу. Правильно? Значит, 17,66 в моменте и 17,75 выглядит как ближайшим сильным сопротивлением. Да, 9 долларов. Ну, вполне, вполне допускаем. Ну, естественно, кто торгует постоянно серебром, могут меня дополнить. Ну, а может быть и не согласиться в чем-то. Ну, тут я чисто такой взгляд бросаю общий технического анализа. Далее, друзья, новости. Я думаю, главная моя подача в том, что обострение в Сирии может быть и может сильно повлиять на нефть. И нефть может сегодня продолжить свой рост. Прежде всего, помним, что бомбардировка по школе в Идлибе вчера бурно обсуждалась. И вот сегодня и Франция, и Белый дом считают, что вина в Авиадаре лежит на правительстве, на армии Сирии, либо на России. Мы знаем, что это был кто-то из них, цитирует рейтер слова Джоша Эрнеста, представителя Белого дома. Мы знаем, что это был кто-то из них. Ну, предположительно, самолет Су-24 и так далее. Не буду комментировать подробности. Естественно, Россия отрицает. Ну, вчера я вам сказал, что будут долгие разборки, кто отбомбился. Там 22 ребенка погибших. Естественно, такое кровавое преступление никто не захочет на себя брать. Но вот сейчас ищем подтверждение, ждем. Сегодня к вечеру, я думаю, будет ясно, на кого ляжет это преступление. Пока я не вижу какого-то итогового. Единственное, что по сплет России ООН призвал дождаться комментариев от Минобороны Российской Федерации и отказался оправдываться за Авиадар по ИДЛИБУ. Вот сама постановка фраза, всегда очень важно, как человек говорит. Мне проще всего сказать, что это не мы. Но я ответственный человек, так что мне нужно подождать и посмотреть, что скажет наше Министерство обороны. Вы же слушаетесь, что он говорит. Он вообще-то не подздал Министерство обороны. Он как бы приглашает Министерство обороны взять на себя текст. А он-то постпредставитель, постоянный представитель ООН, не должен разве был сказать, что это не мы. О, паньки. Это серьезно. Чуркин что-то дрогнул. Дрогнул. Странно. Далее, друзья. МИД Мальты говорит, Министерство направленных дел Мальты говорит, что корабли ВМФ России не будут дозаправлены на нашей территории. А вот я сейчас интересуюсь. Идет флотилия, в том числе, естественно, во главе адмирал Кузнецов, авианосец. И их не заправили ни в Испании, ни на Мальте. А там вообще что с заправкой? Ее хватит до Сирии? В Сирии-то их заправят, я не сомневаюсь. Вообще как там? Кто в теме вообще? Они не застрянут там посреди Средиземного моря? Потому что, да, кстати, это очень важно. То есть мы еще не враги, скажем, на эти корабли еще никто не напал. Но уже и не друзья. Потому что уже не заправляем. Это серьезное дело. Это же серьезное дело, друзья. Танкеры? А, ну пришлют танкеры российские с заправкой. Да, но это тоже не ближний свет. Если кто не знает, то Мальта далеко от Санкт-Петербурга. Это не ближний свет, друзья. Мы посмотрим. Кстати, ну вот я говорю, сам факт того, что отказались заправлять, уже вторая подряд страна, это понятно, что они уже смотрят на ситуацию, как на военную. Поэтому не должна выстрелить сейчас в цене не знаю как. Сейчас одну нашу флотилию в Средиземном море заправить. Знаете, сколько нефти надо? Там потребление же немеряное. О! О! Нефть должна сегодня на 70 уйти. Вы что? Рейтер... Ну, есть и такая новость. Рейтер узнал об отказе России на просьбу ОПЕК сократить нефтедобычу. Ну, по сути, мы сами не даем нефти расти. Надо было хотя бы полякать, там, да, давайте сократим, там, ничего не делают. Ничего. Антонио пишет, танкер можно с Черного моря прислать, это ближе. Если танкер пропустят через Босфор. Это тоже важный момент, потому что НАТО может надавить не только на Испанию, оно может и на Турцию надавить. И есть чем надавить даже сейчас. Если вы думаете, что турки там разругались и все, америкосы много чего могут, это понятно. Вы просто посмотрите на членов правительства Турции, посмотрите, сколько детей учатся в США. И вам ответ на вопрос станет понятен. Значит, далее, друзья. Мэр предложила схему приватизации госпакета в крупнейшем порте России. НМТП, друзья. Новороссийский морской торговый порт, значит, планируется его продать. Там все-таки 55% напрямую или через транснефть владеет государство. Это серьезная сделка, если она состоится. Первая торговая идея, на мой взгляд, на фондовом рынке России сегодня покупка НМТП. Интересно. В любом случае, эта тема на ожиданиях, она уже может цену сегодня приподнять. С другой стороны, Роснефть досрочно расторгла крупный контракт Башнефти с Лукойлом. Это бурно обсуждается. Там суть в чем, что там есть соглашение про Башнефти с Лукойлом о закупке нефти на три уфимских НПЗ и продаже нефтепродуктов. Общая сумма договоров составляла 400 миллиардов рублей. Поэтому, естественно, расторжение договора сразу бьет и по Башнефти, и по Башнефти. Выручка падает. По Башнефти, по Лукойлу, да и по Роснефти тоже, без сомнения. Выручка падает. Потом это все заменится другими людьми, другими контрактами. Те люди будут расти в цене. Но сейчас, по факту, сегодня конкретно, новость чисто негативная. Причем для всех трех компаний. Поэтому нефтянку, хотя нефти, ожидая рост, но нефтянку на этой новости может подсесть, потому что выручка. То, что цена нефти вырастет, хорошо, но она не вырастет настолько, чтобы компенсировать убыток нефтянки от конкретного расторжения договоров. Поэтому, даже если нефть пойдет наверх, вот эти три компания, мне кажется, скорее вниз. Далее, друзья. Минфин предложил ввести в Россию пособие по бедности. Правильно, честно, надо. Есть бедные, бедность растет. И бедным надо помогать, а не брать с них налог за тунеядство или еще какую-то глупость. Бедным надо помогать во всем мире, так и делают. Далее, друзья. Сегодня монету давайте спросим, как она видит нефть марки Brent. Вчера был бай, и я видел бай. И смотрите, как выстрелила нефть. Поэтому сегодня я вижу бай. Монету спрашиваем. Бай монета видит. Ла-и-ла. Совпадение наших взглядов с монетой страшная сила, друзья. Я вас официально предупреждаю. Все, друзья, двигаемся дальше. Сегодня главные события на рынке. 13.30. Решение о процентной ставке Банка России. Сейчас 10 ключевая ставка. Ждем понижения. Очень хочу верить в понижение. Так что в 13.30 смотрим здесь все вместе. На рынок это повлияет, без сомнения. В 15.30 ВВП США. Полкающий индикатор. И в 20.00, по-моему, не могу найти. Да, число буровых установок от Baker Hughes тоже многие смотрят и работают на этом индикаторе. Ну что, друзья. Сергей Карамышев пишет, что этот контракт уже отработан практически. Он до января был. Ну, он до скольки был. Он не завершен. В конце контракта его разрывать – это вообще чистый негатив. Это значит, что это такое случилось, катастрофическое, что до января ждать никак нельзя. Поэтому это, Сергей, спасибо за ваш комментарий. Ну, просто это усиливает негативное ожидание рынка. Поэтому никому. Далее, друзья. Значит, давайте посмотрим, как мы открываемся на рынке и подведем итоги. Нефтюшка. Давайте выставим. Новые ориентиры. Давайте откроем минутный график. Так, где мы открылись? 47, 48, 49. А, вот это и есть открытие, да, у нас? Ну да, первая минута идет, а я что-то высчитываю, где мы открылись. Немного ниже, друзья. Ну, вчерашний рисунок абсолютно напоминаю вам. На первом часе вниз, а с 11 и уходим наверх. Вот. Кстати говоря, скоро будем менять с вами часовые, переходить на зимнее время в Европе и в США. Поэтому будем подвигаться и по Европе, и по, так сказать, мы будем, получается, начинать. Там разберемся, так сказать, на час сдвинется по Европе и на час, соответственно, изменится и по США. Вот, в разное время будем начинать с Европой, получается. О, видите, уже как? Уже услышала нефть, что все ждут нефть наверх, и уже решила пойти наверх сразу, потому что бай был горизонтально, не кверх ногами, а прямо с открытия нефть был бай наверх. Итак, друзья, давайте подведем в итоге наших ожиданий сегодня. Я жду нефть наверх, евро наверх, российский фондовый рынок в боковике, фунтик скорее вниз, доллар-иену наверх, мы, скорее всего, пробьем там этот уровень, на который уперлись, потому что уж сильно прям волна идет, но наверх однозначно. Вот. По золоту, серебру, не буду говорить, надо смотреть. Там не совсем понятная мне ни техническая картина, ни фундаментальная. Спасибо всем, друзья, за участие в этом часе. Всем удачи, хорошего настроения.